АПЛОДИСМЕНТЫ Моя кинокарьера началась внезапно. Предложили роль в фильме, ну, лучше не придумать. Съемки должны были проходить летом, на Сицилии, на берегу Лазурного моря, в компании очаровательных итальянок. А тут пандемия, границы закрыли. Кроме того, за неделю до съемок выяснилось, что продюсер все деньги прогулял с итальянками. Из Бобруйска. И на эти деньги, что остались, снять лето на Сицилии можно было только зимой на Крайнем Севере. В ночь перед вылетом жена была необычно ласкова. Сказала, дай хоть прижмусь к тебе поближе, пока ты теплый. СМЕХ Утром в аэропорту режиссер хотел подбодрить. Выпьешь? Плеснул водочки. Выпили. Немного. В меру. Мы всегда в меру. В меру. Я как-то открыл словарь далее, не поленился, почитал. Мера. Старинное русское слово, обозначающее объем чуть больше 26 литров. Слушайте, так мы не допиваем всю жизнь. СМЕХ Короче, выпил в меру, очнулся в тундре. СМЕХ За окном минус 40. Видите, ни один сантиметр моего тела не хотел выходить из автобуса. СМЕХ Тогда режиссер зараза конверт с моим гонораром положил в сугроб. СМЕХ Пришлось ползти. СМЕХ Поскольку по сценарию моей кудри должен был развивать южный бриз Сицилии, с меня насильно стянули шапку-ушанку. СМЕХ Все мои просьбы загримировать ее под панамку на меху игнорировались. СМЕХ Затем предложили надеть сандалии, чтобы ноги дышали в жару. СМЕХ СМЕХ Не с кем связались. Сандалии я нацепил прямо на валенки. СМЕХ Пусть зритель думает, это такие волосатые итальянские ноги. СМЕХ Когда с меня стаскивали дубленку, тут я уже кусался и визжал. СМЕХ Я визжал так, что люди со стороны могли подумать, где-то свинья теряет невинность. СМЕХ СМЕХ Наконец, мое загорелое фиолетовое тело опустили в лазурные воды Баренцево море. СМЕХ Загоравшие неподалеку морские котики машинально перекрестились. СМЕХ В воде я физически почувствовал, как мой первичный половой признак исчезает и похоже навсегда. СМЕХ Когда пупок ему игриво подмигнул. СМЕХ Тут объявили обед. Все прыгнули в автобус и уехали. Про меня забыли. СМЕХ Тем временем меня припорошило. СМЕХ Ко мне подошел кобель и принял меня за забор или за дерево. На результат это не влияло. СМЕХ Кобель посмотрел на меня такими глазами, как будто в Таджикистане увидели группу гастарбайтеров из России. СМЕХ Он ушел, как стоял, на трех лапах. СМЕХ Четвертую он больше не опускал никогда. СМЕХ Проезжающая мимо свадьба приняла меня за памятник первому полярнику. СМЕХ И поэтому, на счастье, разбили бутылку шампанского о мою голову. Тут мне полегчало. СМЕХ Вскоре подошел режиссер, сказал, что у него для меня радостная весть. СМЕХ Сцену с купанием надо переснять. У них, видите ли, брак по звуку. СМЕХ Оказывается, из моих плавок все время идет какой-то звон. СМЕХ Я сказал, это не звон. СМЕХ Это сигнал СОС. СМЕХ Очевидно, на все старания Баренцева моря жизнь в них еще теплилась. СМЕХ И потом, что значит какой-то звон? СМЕХ Дело к вечеру. Стало быть и звон вечерний. СМЕХ Решение проблемы нашли гениальное. Содержимое плавок утеплили стекловатой. СМЕХ СМЕХ Если бы вы видели мою походку, никогда я не был так осторожен при ходьбе. СМЕХ Когда морские котики увидели, что я опять иду купаться, они молча скрестили ласты на груди. СМЕХ А фильм все-таки вышел, после чего меня просто завалили предложениями сниматься. Правда, все время предлагают каких-то отморозков. СМЕХ Видимо, амплуа на всю жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова